Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ваня Барзиков и Костя Иванов унизили Дениса Баранова. Скоро мы сможем увидеть в эфире, как он пригласил Дениса на свидание, тем самым дав ему понять, что относится к нему как к девушке. Шутку Барзикова охотно поддержал Костя. Денис уже не решился дать ребятам отпор. Ири Пинчук сделали предложение, от которого трудно отказаться. Полететь на Сейшелы вместе с парами, которые будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». «Я полечу, почему бы и нет», пишет Пинчук. Андрей Назаров устроил для Елен Каминской очень крутое свидание. Для своей маленькой истерички Андрей подарил букет из 19 черных роз. К Андрею приехала на проект «Мама», с какой целью, пока неизвестно. Марина Африкантова рассказала об очередном успехе. «Ура, ура, ура, сегодня продана моя картина с прямого эфира. Мы с Димой целый день на холоде простояли не зря. Наконец-то дело пошло, и это только начало». Редакция журнала «Дом-2» рассказала о том, что в следующем выпуске мы сможем прочитать большое интервью, которое дали родители Марины Мексики. Они поделились фотографиями из семейного архива. В этой девушке не узнать Мексику настолько сильно изменила ее пластика. А на острове любви Марина и Елисей Полищук стали парой. Мексика пишет, «Девочки, пока мы с Елисеем были на свидании, перенесли его вещи ко мне и сами объявили нас с ним парой. Я, конечно, сказала Елисею, чтобы он забирал свои шмотки и съезжал. Я делить свои апартаменты ни с каким мужиком не собираюсь». Родители Алисы Огородовой поставили девушке ультиматум. Они заблокировали ее банковские счета и разблокируют только после того, как она разорвет отношения с Олегом Бурхановым и вернется домой. Сам Бурханов, как ни странно, советует ей не валять дурака и выбрать семью. Элина Камерен превратилась в любительницу однополой любви и садомаза. Она воспользовалась приглашением звезды реальных пацанов Владимира Селиванова и снялась в его новом клипе. Ольга Жемчукова высказалась о неудачном романе своего мужа и Лизы Полыгаловой. «Конечно, я понимала, что Глеб может увлечься другой», – сказала Оля в интервью. «Но все же было очень неприятно, когда во время прямого эфира он стал меня сравнивать с Лизой и говорить, кто его больше привлекает внешне. Это меня задело». Оля убеждена, что Жемчуков ломает комедию, чтобы позлить ее. Время покажет, действительно ли это так. Ваня Барзиков сообщил о возможном возвращении на проект Тани Ахулковой. Фанаты телепроекта не против увидеть Таню, они считают ее интересной участницей. В сети появилось очередное подтверждение тому, что развод Оли Бузовой и Димы Тарасова – это пиар-ход. Сосед Оли и Димы рассказал, что каждое утро супруги, как ни в чем не бывало, выходят из дома вместе. В Москву прилетела Ольга Васильевна Гобозова. Она будет принимать участие в программе, которая посвящена ее конфликту с Алианой Устиненко. Правда, Алианы на передаче не будет. Татьяну Владимировну Африкантову тоже пригласили, за ней даже приехал водитель с канала «Россия-1». Зрители пишут в комментариях, какой позор на весь мир свое грязное белье выставлять. Очнитесь, Ольга Васильевна, вы же пожилая женщина, мать, бабушка, как вам не стыдно? На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на канале ТНТ.